Один рыбак загину, а другие с перохладжениями, розные ступени тяжкости, шпитализованы. Так скончилась рыбалка, начи жестким водосховящим для двух аматров подлёдной лаули. В совете с этим ротовальники настойливо попередживают. Плюсовая температура самая небеспечная для рыбалки. Простягни тему Юлия Токар. Плюсовая температура по ветру рыбаков не хвалюе. И не глядячи на то, что на многих водоёмах лёд уже растал, в выключении только Заслауски, взялши воды, я не отчаянно идут на рызаку. На пярыды дни на Чужоускем водосхове ще двое мужчин провалилися под лёд. Абгытым ротовальникам поведомили ведовожцы. По прибытию к месту вызова на поверхности находился мужчина, которого спасатели в гидрокостюмах при помощи спасательной доски достали на берег. После ремоніционных действий была константирована смерть мужчины. Другого ж удалося вырытывать. Яго агледзели медики и с диагнозом переохладжения шпитализовали. Их это не один и выпадок. За гэтую зиму только меньшан вырытывали 16 человек. Прежде чем выходить на лёд, надо обязательно спасательный жилет иметь. Иметь с собой какие-нибудь острые предметы, штыр и так далее, чтобы потом, если чувствуешь, чтобы зацепиться за лёд и выйдут. Но, как правило, это никто не соблюдает. Они идут без спасательного жилета, без этих штыров, без вировки. Вировку метров хотя бы на 15, чтобы можно было бросить кому-то. По словам фартовальников, зараз лёд самый небеспечный, ягод ажчиня не досягая 7 сантиметров. На лёд не выходить. Очень тонкий, опасно. Кали температура поветра на протягу трёх дзён трымается каля нуля, то ажчиня лёду поменьшается у середням на 25%. И уже зараз ротовальники на столе вырекомендует не выходить на лёд. По прогнозах синоптиков, по весеннему тёпло будет до конца соковика. Не выключение, как позбегнуть Ахвяр, а свод разом с мясцовыми уладами официально заборонить выход на лёд. Юля Токар, Рыгор Крыштафович, агентство Телиновин.